нет вы просто посмотрите край эйджин на котором сделан айон только айон на первой версии этого движка ну или сколько народу без оптимизации осад ничего не тормозит ребят вот вот каким должен был быть айон подними камеру вверх столько народу это круто раз раз один раз не пидорас алё короче район почему не стоит него играть вот смотри захожу айон торговый раздел куплю продам ру евро аккаунт открываем смотрим тут продается вот первые десяточка то продает все эти аккаунты смотрим них сегодня от airfull заходим допустим на любую продажу аккаунта опачки красиво расписанный списочек такой да все в цвете как надо заходим в айон недавно объединили сервера я думал airfull это такой чувак который или разводит на аккаунты людей потому что он слишком до хрена аккаунтов продает или занимается ритейлингом но ритейлингом какого типа допустим забанили какого-то чувака не знаю вообще не важно за что херакс гэм ему отдает аккаунт и он его продает или же просто помогает кому-то продать аккаунт но это бред каждый человек сам способен продать свой аккаунт нафига отдавать какому-то третьему лицу какой в этом смысл и польза то есть они получают еще деньги что ли за продажу типа я помогу тебе продать аккаунта и получу с тебя денег и ты сам получишь денежек за это окей открываем влиятельность ранг смотрим кто тут у нас военачальник airfull блять совпадение от нихуя не совпадение раньше вирусует лук у асмов вот здесь вот был таким же военкомом у нас на асмасайде это уебище блять потратила хуеву тучу денег просто чтобы выигрывать во всех ивентах тут пиздец вообще против такого раз на раз почти шансов нет только если ты не обер дохуя задрот или не антикласс какой-нибудь вот окей он играл играл донатил донатил все гэмы его халили лели влезали ему задницу и теперь он неожиданно стал гэмом как так чувак такой пришел в офис у меня свой бизнес я могу каждый месяц донатить по 50 к возьмите меня на работу гэмом тупость вообще какая-то тут сразу видно что кто-то кому-то просто подлизывает вот открываем форум час я прям хочу найти показать просто как этот чувак став гэмом постоянно донатил нови херовую тучу денег неожиданно начал заниматься ивентами в игре блять чё за пиздец эта мразь просто всегда делала ивенты для своих друзей вот для вот этих вот у ебанов star визарды озорник барбариска просто ивент тупо для задротов у которых и так уже все есть это как знаете это как пир в королевстве когда короли собрались всех земель и такие типа ну давайте придумаем какой конкурс в котором будем убивать крестьян и повеселимся сами для себя и в этом конкурсе могут участвовать только рыцари нашего эшелона и тут точно также все ивенты блять просто за год игры тупо для донатеров а я не говорю уже про масс пвп и венты которых получает победу только тот кто уже загиренный нет такого то что типа ребята давайте сделаем ивенты поднимем новичков чтобы им было проще выйти на уровень с теми кто уже давно играет и была хоть какая-то конкуренция какая может быть конкуренция когда тебя загиренное рыло в плюс 30 шмоте просто пиздошит с трех скиллов даже если ты хил и прожал просто сука вот так вот все скиллы были все пиздец на тебе пизда вот вообще какие руки могут говорить когда ты получаешь плюху блять на 7000 урона самую такую средненькую это даже не сильно изи пиздец играть в это говно вообще не стоит вторая причина почему не стоит играть воен вот я играю за хила вот у меня хил у меня есть два сета пвс и относил исцеление сет в магрес чтобы это все собрать своими руками ну даже вот просто свою зарплату чтобы впихивать нужно тысяч двадцать чтобы от прям фулово один сет с камнями на плюс 10 12 а у меня камни вообще плюс 7 собрать и быть таким знаешь более менее хилом которого точно не зарашит в первые три секунды а это только один сет это пиздец просто ладно бы хуй с ним если бы донат вообще никак не влиял на это вот вообще никак вот просто была бы только подписка заебись это было бы самое пиздатая просто игра вообще из всех которые есть но сука что это блять что это за пиздец вот ты заходишь такой и хуякс 1800 рублей за пиксели саны и пиксели блять за 1800 рублей можно ведьмака третьего сука со всеми dlc купить вот тоже чтобы заточить себе full set 5900 рублей 5900 рублей просто ради только плюс 15 сета новичку блять чтобы новичку собраться это просто пиздец если бы я допустим выбирал какую маму rpg пойти я бы вообще никогда воен не пошел это просто залупа донная тут делать нечего просто 60 скоро будет и чё 60 там будет еще жестче донат потому что корея перешла на систему free to play и соответственно раз подписочку никто не будет брать или будут брать тупо ради плюшечек типа вот таких вот бафов с просто с нереальными какими-то статами вот ну то соответственно там тоже будут решать только донатик подписку купил купил свиток купил купил морфа купил за 1012 20 рублей купил молодец это надо прокачать нахуя по это качать а потому что без пета да ты хуесосить будешь просто во всех pvp блять надо купить надо купить смотри уже на первом левеле 170 хп да это пиздец просто сейчас игр вообще нормальных нет вот скоро выйдут новые ммрпг там линейдж афернл всякая вот эта подзалупа опять корейская который тоже будет по ходу с гриндом таким же может быть да они будут прикольные на старте стоит поиграть там и графика и pvp и осады все что требуется для души вот воен приходить вот у меня сейчас несколько друзей играют воен они от пришли в игру такие после bns они такие тряхнуть стариной хотят как они могут блять тряхнуть стариной если сука чтобы тряхнуть стариной надо хотя бы топ данжи фармить а чтобы спармить топ данжи тебе нужен сука топ pvp шмот хотя бы перед топовым pvp шмот а чтобы у тебя он был к тебе надо сука заточиться флова на плюс 15 и иметь перо плюс пято это пиздец сколько бабла надо на это все вот просто даже так вот ходишь в данжи падает велик один на всю группу там допустим а раз в три захода и чего блять то что этот велик может достаться тебе шансом один к шести и еще один к трем да там вообще просто смысла нет играть в это говно в игре это говно не падает вообще нигде не падает и не видел того чтобы full party пошла на какого-нибудь босса и каждому упал велик каждый получил награду за то что сука он заплатил за подписку ебаную в игре если блять в black desert и заплатил за подписанную ты с лихвой получаешь награду за это когда фармишь мобов там саош да похуй где фармишь то сука тут ты нихуя не получаю ты купил подписку ты как бы открыл свой очко для того чтобы него засунули хуй те у кого плюс 30 шмот и все разницы еще никакой ну увеличиваешь ты свою награду на 30 процентов прибыли но это пиздец это вообще ничто просто это ничто по сравнению с тем что зайдет какой-нибудь чувак у которого зарплата хотя бы 40 это он может себе позволить купить в месяц хотя бы два пака вот вот эти сука два ебаных пака и ни в чем себе не отказ и все разница между не донатящим чуваком и донатящим просто колоссальная это как тебе дать камень и палку а другому чуваку сразу дать научную лабораторию ну и сколько ты будешь с этой палкой строить завод а после этого завода делать все то же самое что построить научную лабораторию вот и прикидываешь себя до миллионы лет эволюции тут тоже самое те кто не знает это просто бабу и не такие как я блять вот вроде одетый хилну хули еще надо там плюс 7 бежа это вообще это хуйня это даже стартом не считается это просто мусор блять я в этом шмоте могу максим пережить какой загир бомжа а если ко мне подбегает какая-нибудь вот такая вот хуйня типа озорника все пизда три удара меня нет я даже не могу выхилиться магресс эти баланса просто нету а все из-за чего из-за донат это блять это бомжовское перо считается вообще а чтобы а ты его заточишь ну не знаю через полгода игры сам своими руками вот реально будешь ходить каждый день фармить данжи закрывать вот эти все данжи вот все данжи закрывать сам и ты его заточишь только через полгода игры своими руками это факт это не то что я чё-то не знаю я вообще могу часами сидеть в айоне и я знаю все нычки где можно кинару раздобыть только не хожу в топ-данж потому что меня заебала эта игра я не хочу ходить со всякими долбоёбами в эти топ-данже и за что-то там отвечать праймы тут посещать это нахуй это все надо если блять весь шмот на аукционе валяется от всяких донатеров которые зашли босса шотнули и вышли просто зачем дешевле его купить чем тратить часы своей жизни можно потратить на работу такая позиция в гре тут нет такой позиции зайти расслабиться по пвп и зашел тебе в а чела засунули хуец просто и ты вышел просто все пвп будет только в нуболоках каких-нибудь с такими же как ты где не появляются вот эти папки задрот это мое мнение понятное дело сейчас зайдет на стрим какой-нибудь задрот да прям пиздец дохуя задрот у него там шмот плюс 20 я руками заточил я там ивенты вины нет вины каждый день играя по 8 часов там вот пиздец хуйню несешь да блять это пиздец это сколько надо задротить в этот ёбаный айон чтоб так заточить я тоже так могу я блять могу весь этот шмот на 20 точить на сука я не хочу играть в эту ёбаную игру ради то чтобы заточиться я хочу в нее играть блять а эта игра не дает играть она тебе говорит если ты хочешь на равных пвп шица чтобы решал не шмот а руки сначала точись блять это пиздос такого не должно быть в играх понятное дело что ммр погони должно быть все так просто но в ионе все настолько сложно что если ты не пользуешься шопом ты можешь вообще в него не играть вот тут со отвечают нет никакого смысла я не знаю ни одного чувака который начал играть буквально вот ну полгода назад хотя бы и он уже был фулово одет без доната есть чуваки которые пришли в игру с которыми я начал корешиться типа вот чувак чувак классный хил ни хера хилишь клёво там давно не играл я окей херакс херакс он уже через пол месяца одеты я спрашиваю как ты оделся да вкинул там знаешь на велике немножко купил продал вот купил шмота вот уже хорошо и он примерно такого же уровня как я чувак буквально вот неделю играет а я играю дохуя блин и денег тоже трачу на то чтобы самому там поточиться все такое ну блять это пиздец это просто самого себя трахать играть в ойон сюда можно зайти просто ради осад но не ради того чтобы чего-то тут достичь вот чтобы переплюнуть вот этих чуваков которые находятся сейчас ну в данном моменте в топ 100 это от пятого офицера нужно over до хера денег или сразу покупать готового перса дешевле купить перса чем самому сделать перса даже элементарно чтобы заточить весь шмот на 15 по кругу у тебя уйдет денег больше чем купить готового перса уже в пятнадцатом шмоте если открыть гоху и посмотреть это фактически так вот допустим страж 75 уровень и сто процентов шмот 75 80 а плюс 15 вот этого стражи купить дешевле сука чем самому прокачать вот отвечаю он будет стоить тысяч семь восемь максимум это пиздец такого не должно быть в игре хочу я заебался играть воен вот так вот могу сказать и никому не советую в него играть вот сейчас кто играет пусть играет будет 60 можно будет прийти воен а до 60 вообще в игре делать нечего вот весь шмот что у меня есть он и бесценится то есть тут шмота примерно на 1015 рублей но вот если точить своими рублями то есть не покупать шмот салку самому взять велик купить салка за 80 рублей один велик да и начать точить хуяк хуяк и вылет примерно вот в такую цифру то есть блять и пиздец 15 тысяч рублей подумаешь чё за на об 60 будет новый шмот который будет будет круче этого плюс 15 блин нет смысла вообще сейчас в воен играть кто хочет играть воен посоветовал подождать до лета потому что если вы сейчас будете заходить играть точиться это все будет без толку вообще бессмысленно у меня сейчас есть 446 миллионов кинары что я могу купить на эти деньги для себя чтобы стать сильнее нихуя не могу купить потому что все идет от лярда где-то все самое полезное то стигмы плюс 9 там это 60 и стимы все перекочуются в золотые слитки вот то что у меня сейчас есть системы которые стоят по 450 лямов это будет мусор то есть 450 умножаем на 6 получаем сколько денег я выкидываю нахер поехали дальше весь шмот мой обнулится это станет мусором самое полезное это стигмы то что останется вот у меня все стигмы которые есть они будут такие же полезные в 60 больше не будет аукциона там будет аукцион это крафтовый шмот и ресурсы кинара больше в игре не будет сыпаться таким количеством будет новая валюта кюна благодаря которой ты будешь одновременно и в шопе что-нибудь покупать и в игре вот останется кинора только в малых количествах для того чтобы покупать эти у бокалейщика всякие ники расходку Там банки, зелки Стоить они будут довольно дорого, особенно на старте Поэтому, если у тебя есть, допустим, лишние Там 10 лярдов, то стоит оставить Чтобы хотя бы по расходке не проседать Но это хуйня Самое хуевое, это то, что они убирают такие расходки, как свитки И вместо этого они вводят систему Морфов, вот допустим, как есть миньоны Чтобы мне получить миньоны оранга Мне нужно скрестить херовую тучу вот таких миньонов И то не факт, что я его получу Там будет такая же система морфов Перевоплощений, то есть ты смешиваешь Типа свитки перевоплощения и получаешь Себе там кайсинеля в самом конце Он тебе дает там 100% скорости бега Атаки там, ты такой убер Супер дохуя нагибатор становишься Такая система будет Ну, я себе ее не смогу позволить, потому что Я не буду в эту игру вкидывать кучу бабла Ради того, чтобы быстро бегать А такие люди, как вирусоид, вот эти все Они все сразу же, они уже зарплату откладывают Это по любасу И как всегда будет такой небольшой отрыв Но в 6-0 хотя бы будет баланс между классами Хоть какой-то соблюден Сейчас его вообще нет из-за того, что шмот загиренный у всех Сейчас покажу инфу Выкладывают новую интересную О том, как скиллы поменяются Вот, изменение баланса классов Че тут у нас? Увеличен урон умений подсечек Удар возмездия наказания, устраняющего удару стража Эти пидорасы-корейцы Сначала фиксят танков Уменьшают у них весь урон на 30% А потом такие Роль атаки стража в битве стала настолько слаба Что нами было принято решение увеличить урон Четырех основных атакующих умений аж на 30% Сначала корейцы значит фиксят стража, чтобы он был банкой А теперь они обратно ему дают 30% урона Дальше приколюха Измена прибавка к силе исцеления умения права на жизнь для хилов Вот я как хил, я заебался уже свапаться в пвп на этот саны сет сила исцеления Это пиздец, ты бежишь, тебя фокусит ёбаный в рот Пять рыл и ещё твою пати пытаются слить А тебе надо свапнуться на сет силы исцеления, чтобы у тебя было 571 силы исцеления Юзнуть скилл вот так, как уёбища И свапнуться обратно, чтобы тебя не залили в этот момент Это тупость нахуй Почему в пвп шмоте нет силы исцеления? Потому что корейцы долбоёбы, блять Это ещё одна причина, почему не стоит играть И они тут такие пишут Право на жизнь позволило получить чрезмерную выживаемость Без использования соответствующей экипировки Так, блять, так и должно быть, чтобы хил не юзал соответствующую экипировку Чтоб он был хилом, блять, в своём шмоте А так, в будущем шмоте тебе придётся хилу собирать снова херовую тучу сетов Они отказались от старой системы камней Которая вот сейчас, типа, один камень даёт сразу три стата, да? Вот, допустим А отняли кусочек, добавили, оп, сразу три стата И МП, и маг защита, и маг крит В 6-0 снова будут старые камни То есть тебе нужно будет отдельно собирать сет на маг защиту Отдельно собирать сет на силу исцеления Отдельно собирать сет на блок щитом Да? Блок щитом А тут блок щитом, это одновременно хп и блок щитом Там на атаку Опять пиздец И мало того, что эти сеты нужно будет заточить три раза на 15 Ты один раз заточил на 15, перекрафтил его Второй раз заточил на 15, перекрафтил его И третий раз заточил на 15, перекрафтил его Так тебе еще и бижутерию, сука, так же точить на 15. Пюро так же 3 раза точить на 15. Браслет так же точить на 15. Просто пиздец. Мне кажется, тут, блять, инвентаря не хватит для того, чтобы уместить 5 сетов для хила. Вот отвечай. Нужно хилу 5 сетов в будущих хрониках, чтобы он был такой хил, чтобы он свапался как профессионал такой и выхиливал всех. ДДшки можно поменьше, конечно, сетов. Там достаточно точности и крита, да, какого-нибудь. Ну и там на выживаемость, если ты глад, танк и так далее. 6-0 обещали сделать чем-то похожим на 3-0, а в итоге, сука, сделали как 4-5 обновлений. Да-да-обо-еба, меня, блять, бомбит нахуй с этого. Я хочу играть в Айон, наслаждаться этой игрой. Наслаждаться тем, что я пришел с работы, заплатил, блять, за подписку 700 рублей и играю на равных. И не будет никакого уебища, которое просто закинув 5 косых, будет сильнее меня. А этому уебищу придется так же, как и мне, бегать по базам в Истаре и фармить Кинару. Но, блять, это же иного, ёпта. Похую, блять, похую на всех, блять. Пусть, сука, только донатеры рулят, блять. В пизду на обычный смерть. Можете зайти, поиграть, докачаться до 66-го, будет интересно. На Nubu локациях сейчас отменили сервер новичков, и поэтому там, возможно, есть PvP. Ну, то есть, никто в чат не пишет, типа, помогите слить там папку, 75-го он не дает играть. Вот такое дело. Но собирать какой-то топовый шмот до 6-0, если вы хотите поиграть в Айон, вообще нет никакого смысла. Придите, играйте, но не собирайте ничего. Вот то, что выдали, можете прям в этом и бегать. Нет смысла тратиться сейчас. Они же специально это делают. Вот, допустим, еще тоже пример интересный. Они недавно, прикиньте, вот, слили сервера, и все ники сделали в виде цифр, таких бесявых. Кинули всем купон на смену ника, и люди начали занимать ники, чтобы продавать их. Вот мой ник, у меня был ник Tempura, заняли. Я не знаю, кто, блять, занял, нахуя ему мой ник вообще. Я чё, блять, был самый пиздатый хил, что ли, на сервере, чтобы мой ник занимать. Написал этому уебищу, типа, блять, зачем так делать. В ответ ничего не получил. Человек даже не играет, просто, видимо, создал твинка, ник понравился, и думал нажиться на этом. Инова такая подстраховалась, и сделала такую штучку, что, заняв ник и удалив персонажа, этот ник нельзя использовать еще в течение года. Люди начали жаловаться, писать в саппорт, вот как я. Ну, я же тоже жалоба, хули, аж нытик, блять. Пишу, хочу вернуть свой ник персонажа, больше чем уверен, что до слияния серверов я был первым, кто его использовал. Я под этим ником делал видеоролики для своего канала на ютубе, твиче, и мои подписчики, которых всего 41 человек, ну, я же знаменитый, с Челябинской, хули, знают меня под ним. А остальные игроки знают, что я хороший хилл с положительной репутацией, причем так и есть. Я и скрины скинул, то, что меня постоянно, как бы, хвалили, да, то есть я не надъебись играю, не стою афт никогда. Мой ник кто-то теперь занял. Он не отвечает на ПМ, и его нет в игре уже в течение двух суток. Но почву также не отвечает, разумеется, занял какой-то новичок, или кто-то занял ник, чтобы продать его мне же. Но вот незадача. Он может получить бан, так как вы это, типа, не разрешаете, и ник нельзя будет занять в течение года. Прошу, типа, вас вернуть мне никнейм, так как я хочу играть под ним, потому что, ну, что за пиздец, зашел, кто-то занял и не играет. Ладно бы играл, я бы ему сказал, ну, бля, играешь, ну, хуй с ним, ладно. Ваш косяк. Окей, какая-то тянка написала точно так же в техподдержку, и они ей вот что предложили. Они говорят, если вы хотите вернуть свой никнейм персонажа, мы вам предлагаем купить в шопе смену ника персонажа. Сколько стоит смена ника персонажа? Где-где-где. Смена имени 500 рублей. И поменять на ник, который вы хотите вернуть. То есть, эти уебки, похоже, втихаря скрыли все ники, которые были заняты, особенно такие действенные. И теперь, типа, знаете, такую махинацию провернули. Ну, вы, типа, купите, там, за 500 рублей еще один купон и смените. Мол, типа, никто ваш ник не занимал. Вот. Я так подумал, раз эта мразь, которая заняла мой ник, не играет в Айон, и вообще я ни разу не видел, чтобы кто-то бегал с ником Темпура. Значит, этот ник просто закрыт вот точно так же на год, да? И чтобы я его поменял, мне надо самому купить свой купон за свои бабки и поменять себе на свой ник. То есть, эти хитрые пидорасы оказались гораздо умнее, чем я думал. То есть, это пиздец. Решили тут такие, эээ, подсуетиться. Типа, мы вам выдадим бесплатные купоны, меняйте на что хотите, но если вы хотите вернуть свой ник, заплатите нам деньги за это. Тупость, пиздец. А я еще больше чем уверен, что все, как говорится, сливки общества Айона, которые вот здесь вот донатеры топовые в ранге, Им Вирусоид по-любому забронировал их ники. Ну, по-любому. Почему не заняли ник Вирусоид? Я уверен, что была куча школьников, которые хотели его занять. А Вирусоид у нас кто? ГМ? ГМ. Значит, что он сделал? Он забронировал себе ник. Это вот, блядь, по-любому так и было. А все остальные хуй сосать. Как всегда, короче. Че тут еще интересного? Я причем про это все хотел сделать видеоролик. Записать себя, вот эти свои эмоции, как меня, блядь, бомбит с этого просто что. У нас военачальник продает персонажа. Airfull. Пиздец, блядь, военачальник в игре. Это совпадение, что ли? Нет, блядь. То, что Вирусоид постоянно придумает ивенты для своих задротов. Совпадение? Да нихуя не совпадение. Тут, блядь, все друзья. Знаете, это как найти работу. Вот, типа, ты приходишь такой в РЖД устраиваться. Они такие смотрят на тебя. Ну, типа, да, да, вот у тебя высшее образование, там, да. Ну, извините, мы можем вам предложить лишь вакансию этого кассира, который стоит возле этих банкоматов и помогает всяким старикам и тупым теткам, у которых, блядь, в голове гоблин, блядь, сидит, который весь их мозг сожрал, и они хуйню вечно несут. В терминале потыкать пальцем и не заложать, и правильно себе билет сделать. Вот, блядь, я даже не знаю, какой пример привести. Вот, реально, чувак с высшим образованием приходит, и ему предлагают хуевую работу. Тут точно так же. Ты приходишь в Айон, нихуять не сделаешь, если ты не друг ГМа или не донатишь, дохуя. И монахов, таких, которые реально сами всего добились, единицы без доната. И причем эти люди в основном в ивентах всеми своими твинами закрывают каждый данж, чтобы была максимальная прибыль. А если бы у меня был только хил, все, что вы мне предлагаете? Как, как я должен, блядь, Кенару фармить? Ходить, блядь, каждый день по 3 часа в Вестницу Тьмы фармить? Не, она нахуй не сдалась. Нафига вообще фармить по ВЕ-шмотру? Ничего. Ради того, чтобы фармить ничего. Вот ты собрал в линейке, допустим, в старых хрониках, сет Моджестик на хила. Блин, он реально пиздатый, или Аркана сет. А, еще Арку купил хилу, Щит купил хилу. Все, ты даже не заточив этот шмот хотя бы на плюс 3, ты уже считаешься топовым игроком, потому что ты получил шмотку. В Айоникак. Так, я могу сейчас пойти купить себе на 3 лярда сет Вестницы Тьмы плюс нулевой. Что вы думаете? Я буду хуйней в этом шмоте. Этот шмот еще надо, блядь, заточить, блядь. То есть ты пока заточишь этот шмот, блядь, еще сколько времени пройдет. А для чего этот шмот топовый? Ну, собрал я себе Вестницы Тьмы, да? Собрал себе топовый ПВЕ шмот, а потом куда с этим шмотом? Для чего этот топовый шмот? В Айоне нету рейдбоссов мировых, за которых есть хоть какая-то конкуренция. У Асмов свои 2 рейдбосса ночных, которых падают телескопы. У Нях свои 2 рейдбосса ночных. Конкуренции нет. Нет никаких офигенных просто данжей, в которых реально нужен ПВЕ за гир. Такой жесткий, чтобы там, допустим, дракон по тебе шлепает, а у тебя 100 тысяч хп, и он тебя не ваншотнул. А в ПВП шмоте, допустим, у тебя 20 тысяч хп. Да, тогда бы был смысл собирать этот топовый ПВЕ эквип, а так вообще никакого смысла в нем нет. Просто пиздец. Точить ПВЕ шмот, чтобы просто, блядь, бегать в нем. Нахуя он нужен? Можно тогда сразу точить ПВП шмот, как делают, кстати, некоторые. А вот сейчас люди, которые приходят и, допустим, спрашивают совет, а че собирать? Я, типа, готов задротить. Я им говорю, собирай сразу ПВП эквип, 80-ый апп. Потому что, когда поставят 6-0, возможно, сделают корейский ивент алхимик. Этот шмот можно даже будет плюс нулевой, допустим, обменять на новый голдовый шмот в 6-0, который будет уже лучше, чем твой шмот при любом раскладе. Там статы выше, а математика будет другая в этом шмоте. И ПВП урон по тебе будет гораздо меньше проходить. Это правильно делать. А когда ты приходишь и начинаешь собирать ПВЕ сет топовый, блядь, чтобы фармить топовый ПВЕ данж, а через, блядь, 3 месяца уже 6-0 ставят, да нахуй это надо, блядь, всё. Тупость, пиздец. И все вот стоят вот так вот, авкой, нихуя не делают. Даже, блин, пати никуда не собрать. Вот я, допустим, вчера хотел сходить на арты с кем-нибудь, сука, час искал пати, блядь, чтобы пойти соло и самому их зафармить. А мне-то хочется игры какой-то, да? Чтобы это... Игра была, блядь. Какая, блядь, дружественная атмосфера, блядь? О чём вы, блядь? Когда, сука, такая хуйня в играх происходит, всякие микротранзакции, лутбоксы, блядь. Во всех играх, блядь, говно. Какая дружественная атмосфера, блядь. Я чё должен одеться в пони, блядь, чтобы веселить детей до шкалят всяких и не травмировать их психику? Если меня кто-то отпиздит во время стрима, или я сам себя захочу отпиздить за то, что я плохо играю, это всё пиздец? Неправильно? Во, вот это мне больше всего нравится. Разжигание ненависти или агрессия. Меня уже, нахуй, должны были забанить, блядь, вот за этот стрим. Потому что это пиздец. Они сами-то, блядь, в Айон бы поиграли, не писали бы такой хуйни. Ненависть, которая пропагандирует или поощряет проявление дискриминации, принижения по признаку расовой, этнической, национальной, религиозной или половой принадлежности, гендерной идентичности и сексуальной ориентации, возраста, детиспособности, состояния здоровья, внешних данных или статуса ветеранам, блядь, а также способствуют им, блядь, пиздец, да тут вообще надо молчать, сидеть нахуй, в трубочку заткнуться и говорить, ой, ой, такая клёвая игра, вау, Айон, так клёво, смотрите, у меня свой канал, офигенно, смотрите, какой красивый, красивый, страж, блядь, вот так вот просто ходить, блядь, и радоваться, вообще, зачем тогда стримить, какой смысл, всё, всё молчать, везде цензура, на ютубе тоже, блядь, цензура везде, это тупость, просто, у меня куча роликов забанили, за то, что я матерился там в них, а как не материться, когда всё настолько плохо, да это ладно, в Айоне, есть игры похуже, допустим, в этом, в папке, постоянно читеры, забанили, недавно, один миллион китайцев, в Play Uncle Battleground, ну просто потому, что ребята читерят, блядь, а как можно играть с читерами, когда тебя просто ваншотят, ну это пиздец, ногота, порнография, и другие материалы, сексуального характера, то есть теперь борщеварки, не смогут свои сиськи показывать, стримить, хотя по-любому, открытое декольте разрешается, в жизни ведь, дети смотрят на, мадаму, у которых пышная жопа, и красивая грудь, ничего там такого нет, как это можно вообще запретить, они смотрят на свою маму, и видят сиськи, блядь, отрежь свои сиськи, раз ты не хочешь, чтоб твой ребенок травмировал свою психику, и узнал о том, что сиськи существуют, только после 21 года, когда уже хуй вять начинает, чё за бред вообще, чрезмерная жестокость, насилие, и другое непристойное поведение, запрещены материалы, в которых центральное место, занимает демонстрации, излишней или неоправданной, жестокости насилия, а в айоне жестокости нет, что ли, когда тебя плюс 30, то мразь просто заливает, а если я захочу поиграть, к примеру, в Brutal Doom, ролики без монетизации, блядь, из-за того, что чё-то там не то говорю, пиратские игры, показ чужих фильмов и телевизионных программ, ретрансляция спортивных матчей, игра на неавторизированных частных серверах, а также выкладывание контента с других сайтов без разрешения правообладателя, чё за бред-то, блядь, вообще ничего нельзя на твиче делать, кроме как купить игру и холить и лелеять её, пиздец вообще, только облизывать, грустно, никак иначе, хотя игра, блин, про полёт вообще изначально, было создано, а в 6.0 вообще не будет больше бездны, то есть её добавят где-то 6.2, 6.5, вот, а первые, допустим, полгода, когда 6.0 у нас поставят, полётов вообще не будет в игре, то есть, сука, они будут только на арене и, возможно, там, в каких-нибудь особенных местах на локации, то есть, где можно парить вот так вот, вообще тупость, и особенно реклама потом такая будет, типа, Айон 6.0, игра, в которой можно летать, в чёрточках нет, блядь, типа, нельзя летать, потому что негде летать, всё убрали, ещё было бы классно сделать забастовку всем людям, которые сейчас играют в Айон, прекратить играть в Айон и договориться с админами, чтобы они полностью вообще убрали донат, вообще полностью выпилили его из игры, чтобы к 6.0 вообще не было доната, была только подписка, и пусть они делают эти сраные региональные особенности для нас, у нас, блядь, Россия, как будто бы страна каких-то терпил, блядь, ебаных, вместо того, чтобы как-то взять коллективно и решить этот вопрос, и, сука, не терпеть это отношение к себе такое наплевательское, когда разработчик считает игроков просто за мясо и корову дойную. Все молчат, всем похуй. Скажи вот этим донатерам, папкам, которые в топе, типа, давайте устроим забастовку, да, они такие, ага, конечно, я лучше заплачу 50 тысяч, буду тебя нагибать, чем, блин, устрою забастовку, буду с тобой на равных играть, там это, руки мои мне помогать не будут. Я просто объективно смотрю на игры, у меня нет такого фанатизма, как сейчас, допустим, у тех, кто яро защищает какую-нибудь игру, там, знаешь, типа, Айон охуенный, линейка говно, или там, линейка охуенная, БДО говно, блядь, вот в таком духе. Все эти игры говно, не говно были игры, только одиночные РПГ, вот когда говорят РПГ, тогда ты должен понимать, что такое РПГ, но все ММО проекты, это не РПГ, это залупа, блядь, но в то же время, они охуенные, ВОВ охуенная игра, БДО охуенная игра, у меня мурашки по коже, когда я мобов фармлю, просто даже от эффектов получаешь кайф, от ПВП тем более, там, просто такой азарт, это, блядь, линейка даже рядом не стояла в плане азарта вот такого, в линейке очень классная ПВП за боссов, просто, то есть там есть вот мотивация собирать себе шмот какой-нибудь ПВЕшный, чтобы не дохнуть под боссами, это охуенно, все игры, они просто охуены, но в то же время, они говно, блядь, тут как бы нет одной точки зрения, типа мне нравится игра, и меня все устраивает, такого быть не может, тогда прогресс прекращается, если бы допустим всех устраивала одна игра, новые игры бы просто не делали, все бы играли, допустим, старую линейку, WoW, и там какую-нибудь Perfect World, и все, всех все устраивает, но когда людей не устраивает, и они начинают уходить с таких проектов, разрабы, соответственно, клепают что-то новое, в Якс вышел новый движок, Херакс прогресс, оп, люди начинают валить со старых игр, устают от постоянного, там допустим, гринда, выходит новая игра, то есть тут же все взаимосвязано, мнение не строится, объективное, с чего-то одного, типа, знаешь, это донат, поэтому игра говно, а вот здесь вот я могу себе позволить донат, значит эта игра не говно, нет, они все говно, и все хороши по-своему, у меня вот часто перепалки возникают, когда тоже начинаю с людьми общаться, а они думают, что я типа не понимаю вот этого всего, поверхностно сужу об игре, то есть ой бы да ой, я нытик, который не может сидеть 24 на 7, и что-то гриндить, блять, начинаешь говорить то, что ой да я там в линейке, часами фармил себе 75 уровень на C4, да я там в Diablo 2 95 брал, это вообще ничего не говорит для людей, которые в этом не были, ну блять, я это все понимаю, я прекрасно понимаю, что это все можно делать, я это сам запросто могу делать, но мне просто уже впадло это делать, и это не делает игру говном, она одновременно и хорошая, одновременно говно, и так много, и не стоит сразу, если человек говорит о чем-то, что это дерьмо, судить его поверхностно, то есть, ну вот блять говно, а значит ты ну праг, нытик, который ничего не может, тут же все из чего-то идет, вот так, Продолжение следует...